90-е годы были, с одной стороны, противоречивы, с другой стороны, они связаны распадом великой страны и третий – колоссальные потери веры в будущее. В это время все союзные республики вышли из состава практически Советского Союза, и страна распалась. События разворачивались быстро и решительно. 27 сентября 1990 года в Якутии была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. 20 декабря 1991 года состоялись выборы первого президента якутской Саха-ССР, а 28 декабря Якутия переименована в республику Саха-Якутия. Эти судьбоносные события послужили толчком для притворения в жизнь новой прогрессивной идеи. Этот момент, безусловно, для руководителей территории наложило огромную ответственность за судьбы людей на их территориях. Вдвойне тяжело было нашей республике. Тогда первым делом стало вопрос о разграничении собственности. Это наша республика настойчиво этот вопрос ставила. Мы практически два года работали по этому вопросу, потому что без собственности невозможно было бы жить. Мы попытались убедить руководство России, и в конце концов руководство согласилось, и мы создали отдельный фонд с расчетом того, что средства, вырученные с реализацией определенной части алмазов прошлых лет, исключительно исполнили интересы от детей, интересы от будущего поколения, чтобы занимались спортом, обучались в хороших школах, университете, среди специальных учебных наведений. Вот с этой целью был создан этот фонд. Целевой фонд будущих поколений в масштабах России стал первой ласточкой в реализации социальных проектов для детей и молодежи. Казалось бы, на первый взгляд все просто – найти источники финансирования и организовать структуру фонда по приоритетным направлениям работы. А если задуматься, то за этими цифрами видны грандиозный размах и масштабы этой идеи. С тех пор прошло 20 лет, и время доказало, что успех нового направления работы был так же неотвратим, как восход солнца. Идея, в классе говорю, когда завладеет умам и масс, становится материальной силой живите. Я горжусь, когда вот подхожу в школе или учебном заведении, там вывеска висит на средствах фонда будущего поколения. Действительно, фонд успешно привлекает средства для строительства социальных и культурных объектов. В итоге дети республики получили в дар 37 общеобразовательных, средних, специальных и высших учебных заведений, оснащенных современными технологиями. Кроме этого, построено 6 дошкольных учреждений, 16 объектов культуры, 22 спортивных сооружения, 6 жилых домов, 5 зданий медицинского назначения и 36 объектов водоснабжения. Кроме строительства, фонд поддерживает и педагогов-новаторов, талантливых учащихся и студентов. В рамках проекта «Мастер-классы по приоритетным направлениям науки и техники» в республику приглашаются ведущие российские и зарубежные ученые. По инициативе президента республики с 2009 года фонд проводит конкурс проектов на соискание грантов среди школ, лицеев и гимназий для поддержки инновационных идей. Иными словами, ставка на интеллектуальное развитие молодежи стала для фонда основополагающей, а дивиденды – это профессиональные кадры развивающейся республики. Опыт, который до сегодняшнего дня имеется, однозначно говорит о том, что фонд оправдывает, оправдал себя. Но я вот как представитель фондновентальной науки, как председатель президента Якутского научного центра могу сказать, что фонд, безусловно, в основном направлен на социальную часть развития нашей республики, региона. И, конечно, я горд, особенно перед коллегами в Новосибирске, в Москве. Они, ну, по-хорошему завидуют нам, потому что, ну, их в регионе нет такой конкретной поддержки. По сравнению с другими регионами, с другими областями мы выглядим очень достойно. История успеха любого предприятия, компании или фонда всегда имеет общие принципы. А конечный результат во многом зависел от тех, кто стоял у истоков создания целевого фонда. Успех связан с тем, что перед фондом были правильно сформулированы цели и задачи. Они были предельно конкретны. И, исходя прямо из названия самого фонда, задачи связаны с созданием и материальной базы для будущих поколений молодых людей нашей республики, закладки фундамента развития личности, талантов наших молодых людей. Во-вторых, конечно же, любые задачи, большие или маленькие, которые мы ставим себе, они связаны напрямую с человеческим фактором. Конечно же, здесь нужно успех связать с работой коллектива. Людей, которые работали в этом фонде и работают сегодня, которые начинали 20 лет назад эту работу, те люди, которые придумывали проекты и прорабатывали, находили понимание у партёров, тех, которые финансировали эти программы, тех людей, которые реализовывали эти программы. Особая гордость фонда – это спортивные и оздоровительные сооружения, появившиеся за два десятка лет. Таким образом, была создана прекрасная база для проведения спортивных мероприятий международного и российского уровня. Подтверждением тому служат международные спортивные игры «Дети Азии», которые положили начало для покорения высот Олимпа. Например, спортивный комплекс «50 лет победы» и другие спортивные объекты, учреждения образования и культуры – это объекты, которые были построены в рамках деятельности фонда, и они работают сегодня и на нас самих, и на наших детей, и на наших внуков. Поэтому, конечно же, я горжусь и радуюсь тому, что было правильное решение и правильно вложены средства, которые будут работать не только эти 20 лет, но будут ещё работать в перспективе. Средства фонда также направлялись на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения республики – это строительство земских больниц оздоровительного комплекса «Бесчагда» в Москве по социальной программе «Здоровое поколение». Крупным историческим событием стало финансирование строительства и оснащение Центра охраны материнства и детства. О подобных сооружениях мечтали многие регионы России. А Якутия показала всем яркий пример в решении социальных проблем Севера. Главная миссия у фонда будущего поколения в новом веке, в новом десятилетии, в преддверии столетия республики Саха-Якутия сохраняется. Она осталась в той же пределе создании, которой она была. Это улучшить благосостояние жителей республики, улучшить качество их жизни. Для этого фонд выполняет различные социальные программы. Проект «Семья для ребенка» в масштабах России признан одним из эффективных и действенных. Комплексная система реабилитации детей и их родителей, находящихся в социально опасном положении, координация деятельности всех заинтересованных структур, помогли многим семьям найти правильный путь в жизни, обрести себя и свою семью. А дети, оставшиеся без родительского внимания, в лице фонда нашли друзей, которые протянули руку помощи. Программы фонда продолжают помогать нуждающимся, и подтверждением тому стало получение гранта России – социального «Оскара» страны. Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений республики Саха-Якутия» за проект программы «Семья для ребенка». Представлено на фестиваль более 1490 проектов со всех регионов Российской Федерации. Надо сказать, что якутский проект просто произвел впечатление на конкурсную комиссию. Это абсолютно независимое было жюри. И я вам хочу сказать, что то решение, которое принято, для нас очень приятно. Я хочу, кстати, поблагодарить правительство Якутии, которое поддерживает некоммерческие организации. И чем плотнее будет взаимодействие гражданского общества, органов региональных властей и федеральных властей, с которыми мы сегодня тоже очень серьезно разговаривали, и нашли понимание, тем лучше и ярче будут проекты, и тем лучше будет социальная сфера, а значит лучше будет жить гражданам Российской Федерации, и в частности в Якутии. Наш опыт уже был рекомендован для других субъектов. Было проведено посредством Москвы, было проведено семинар-совещание с участием руководителя регионов, и как раз было продемонстрировано, как надо работать в новых условиях, потому что все-таки там изменения в бюджетном кодексе, все это давало повод, чтобы создавать в регионах аналогичные фонды. Работа, то что проведена, я считаю, очень огромная, потому что благодаря фонду, поддержке и фонда будущих поколений, и фонда детей оказать трудную жизнь в ситуации Российской Федерации, в большей степени это то, что наши специалисты прошли повышение кваликации. И мы внедряли новые технологии, разработанные не только в Российской Федерации, но и с международной технологией. Вот как раз инновационные технологии, новые методики, вот это нам надо расширять. И я надеюсь, что фонд будет нас поддерживать. И, конечно, самый большой наш проект – это строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот если мы начнем и введем этот объект, эта действительность будет большим подарком для детей республики. Все, что сделано фондом за 20 лет, во многом уникально. Среди аналогичных организаций, субъектов России, целевой фонд будущих поколений республики Саха-Якутия – один из долгожителей, умеющий работать в разных направлениях и в любых условиях. Чем выше цель, чем она идеальнее, достойнее восхищения, тем, соответственно, это и сложно ее реализовать, но, с другой стороны, тем ответственнее дело. И, насколько я понимаю, фонд за прошедшее время осуществил очень много таких достойных программ. Уже одно возрождение якутской духовной семинарии здания уже вписалось в историю православия в Якутии, да и вообще в историю Якутии. Секрет успеха фонда в том, что он проложил путь, приносящий радость и пользу, открыл дорогу, ведущую в реальное завтра. При непосредственной поддержке первых лиц Республики и Российской Федерации в будущее Якутии и России было вложено более 4 миллиардов рублей. Все, что было создано фондом совместно с министерствами, ведомствами и коммерческими структурами, стало народным достоянием. Когда действительно получается помочь, в этом случае, конечно, возникает чувство удовлетворения от работы, от сделанного, потому что видишь, когда результат, и сразу понимаешь, что работа твоя нужна, и отчасти это является тем фактором, который удерживает коллектив здесь на работе, потому что здесь практически нет равнодушных людей, и они воодушевляются целью фонда, воодушевляются теми задачами и теми результатами каждый раз. Опыт работы фонда доказывает, что идея вложения инвестиций в человека и его будущее – это и есть приоритетная задача всей государственной политики возрожденной России. Конечно, ресурсы не бесконечны, но если мы их будем использовать рационально, если мы будем использовать их на перспективу, то фонд будет еще успешным и нужным для населения, для всех жителей нашей республики. Нужно понимать, что вся молодежь, будущие поколения, ради которых работает фонд, они живут уже, ну, наверное, в своих мыслях, в том числе теми технологиями. Нужно нацеливаться, наверное, на применении этих новых технологий и смотреть на перспективу, найти такие методики, задачи, которые через 20 лет будут нашими коллегами через этот промежуток времени оценивать как правильно подобранные решения. Фонд установился, фонд прошел тяжелые времена, фонд сыграл свою роль в развитии экономики, но сегодня надо подниматься на новую ступень развития. А для этого надо иметь идею, цельную систему реализации программы и так далее, связанную с будущими поколениями. Северная цивилизация показывает мировому сообществу яркие примеры духовного единения. На долю целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия выпала гуманная и благородная миссия создавать условия для процветания страны. Что еще может быть важнее, как быть в ответе за будущие поколения? Летопись фонда начиналась с притворения в жизнь грандиозных планов, и эти традиции продолжаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин